У гандлёвых кропках Гомельской области распочался перед новогодней продаж товаров. Пропонуем ассортимент, включая некольки тысяч найменев. Полиции крама глядя Олег Синсерову. Ёлочными упрыгоживаниями, як и самими штучными ёлками, гомельские крамы гандлюют уже около трёх тынёв. Часто всё необходимое можно набыть у одной кропцы. Уже зараз тут началось проведение акций со скидками, а для пословых самих работников гандлю ближе до Нового года цены снизятся ещё больше. Значная часть продукции белорусской вытворчести у некоторых крамах можно набыть на вот шары с национальным орнаментом. Новогоднюю ёлку хочу купить, высокую. Ну и так присматриваю подарки для племянников, племянницы. Это сюрприз, как одет морозы и снегурочки будет. У харчовых крамах упор заробили на подарочные наборы. Выбор Виолеки, белорусские кондитерские фабрики вырабляют солодкую продукцию на любой густый кошт. Хотя только очинными сукерками крамы не обмежевались, популярностью у покупников сегодня користаются шоколадные наборы от российских вытворцев. Будучий год свиньи сдаётся своё администрирование и в солодких подарунках. Нуф-нуф, ниф-ниф и наф-наф. Три порося в шоколадном варианте. Разом с крамами до Нового года рахтуются объекты громадского харчевания. Зараз они максимально ориентованы на подарковку перцветочных программ. Как свечить проведенный мониторинг, кошт, сделанных заказов, всё это складает от 25 до 90 рублей. Что отлично, если официально набыть живую ёлку, то уже хоров в области и она заявится за скрытём ёлочных термошоу. Будут работать после 21 декабря ёлочные базары. Это 35 площадок, из них 14 в городе Гомеле. Как всегда будет представлен выбор живых елей. В этом году у нас до метра это порядка 8 рублей, свыше метра это порядка чуть больше 10 рублей где-то будет стоимость. То есть даже будет традиционно ели в катках от 25 рублей. Ну и заготовлено достаточное количество. Олег Сентяров, Йорген Макеенко, телерадио компания «Гомик».